Здравствуйте! Столичные подробности готовы рассказать о том, что сегодня происходило рядом с вами, но, возможно, осталось незамеченным в студии Юлия Зыкова. Замерший перекресток сегодня утром в столице на пересечении проспекта Независимости и улицы Козлова образовалась большая пробка. На некоторое время было парализовано движение городского транспорта. Трамваи выстроились в очередь. Причиной затора стало ДТП. Столкнулись легковой автомобиль и трамвай, который выехал на перекресток на красный сигнал светофора. Водитель машины слишком поздно заметил препятствия и не успел затормозить. В аварии никто не пострадал. Как преобразится проспект Независимости? Что порадует пассажиров во Фрунзенском районе и где дорога превратилась в полосу препятствий? Подробности у нашего дежурного по городу Ольги Волосовец. На выведение на столичных дорогах сегодня во Фрунзенском районе заработали два новых автобусных маршрута. Чтобы разгрузить пассажиропоток в самое напряженное время в районах Каменная горка и Домбровка добавили 54-й и 128-й автобусы. Дополнительный транспорт будет ходить по будням в утренние часы пик. 54-й автобус следует от дорожной станции Кунцевщина до станции метро Спортивная по улицам Матусевича, Жудро, Притыцкого. 128-й доставляет пассажиров от Каменной горки 4 до станции метро Каменная горка. Полоса препятствий для водителей и пешеходов на улице Кнорина дорога вся в ямах, а тротуар и вовсе отсутствует. Маршрут к дому стал головной болью для местных жителей. Им приходится преодолевать свой путь по ямам и ухабам прямо по проезжей части. Такая дорога опасна для пешеходов, особенно трудно приходится пожилым людям. Водители же постоянно жертвуют подвеской своих авто. Ситуация усугубляется в дождливое время, когда ямы превращаются в глубокие лужи. Каждый год немножечко латаются дороги, а в основном, как только дождь, тут лужи. Это самый подход, конечно, к дому в ужасном состоянии, поэтому, конечно, желательно, чтобы хоть немножко как-то уделяли и нам внимание, не только центральным улицам, центральным дорогам. Обновление пешеходной зоны на проспекте независимости выровняют тротуар. Волны на дороге портили имидж главной магистрали. Спешащие горожане периодически спотыкались о неровности. Сегодня старое покрытие заменят. Рабочие с помощью специального инструмента достают поврежденную плитку, а на ее место кладут новую. Под просевшую брусчатку подсыпают песок. Меняем плитку. Старую плитку мы меняем на новую. Песок подсыпаем. Убираем старый песок, подсыпаем новую. И уважаем наши точечки. Ваши видео, факты, звонок могут стать поводом для сюжета. Пишите на наш сайт в сети. Витильска. В разделе по рукам. Звоните в телефону горячей линии единицы 600-700. И помните на важных подробностях. Доктор с доставкой на дом. В столице внедряют новый тип лечебного учреждения – мини-амбулатории квартирного типа. Медицинские пункты, оснащенные необходимым оборудованием, будут размещаться в арендованных квартирах на первом этаже. Здесь посетителям будут оказывать первую медпомощь, что может значительно разгрузить поликлиники. Сейчас ведется поиск помещений. Пилотный проект планируется реализовать в микрорайоне Каменная горка. Здесь, в новом квартирном формате, начнет работу филиал 26-й поликлиники. Нагрузка на сегодняшний день превышает нормативную. Мы просто констатировали, что к 2014 году, к окончанию, и к 2015 году по детским и взрослым поликлиникам там будет нагрузка уже критическая. Поэтому говорили про то, чтобы ускорить темпы выполнения строительных работ на этих поликлиниках. Говорили про то, что надо рассмотреть опять вопрос о выделении квартир. На первых этажах для организации приема амбулаторного врачами, терапевтами, участковыми и педиатрами. Для того, чтобы приблизить как раз нашу медицинскую помощь. Новая жизнь. 38 малышей родились в столице в день города. Семеро из них появились на свет в роддоме номер 2. Там молодые мамы сегодня принимали поздравления. Семьям, для которых 14 сентября стал двойным праздником, представители власти подготовили приятные сюрпризы и теплые слова. Подарок выбрали то, что особенно актуально. Детскую косметику и белье для новорожденных. Приятным дополнением стали цветы и наборы сладостей. Демографическая кривая начинает управляться в сторону повышения рождаемости. Это очень хорошо, потому что, безусловно, сегодня очень многое делается для того, чтобы создать максимально благоприятные условия для того, чтобы рожали детей. Такие акции, они, в общем-то, говорят о том, что мы хотим просто привлечь внимание общественности к проблеме, демографической проблеме. Ребенок родился с 14 сентября. День рождения у меня сегодня, 16 сентября. Да, мне, конечно же, приятно. Назовем, скорее всего, София. Отопительный сезон на разогреве. К 1 октября все здания жилого фонда столицы должны получить паспорта готовности к зиме. Их владельцами еще не стали несколько десятков домов, которые обслуживаются нежилищно-эксплуатационными службами. Одновременно идет ремонт тепловых сетей, поврежденных кабельных линий, теплоизоляция фасадов, остекление мест общего пользования. Планируется также закупить более 100 систем автоматического регулирования расхода тепловой энергии и до конца сентября проверить свыше 4000 приборов учета расхода тепла. Временное неудобство. Сегодня закрылось движение на улице Крупская. На участке от улицы Малинина до улицы Кабушкина начались строительные работы. Ремонт внес изменения в маршруты городского транспорта. Автобусы будут двигаться в объезд. А работа временного автобуса номер 924 и вовсе отменяется. Зато дополнительно организован маршрут номер 950 АЭС Автозаводская ДС Серебрянка. Восстановить движение планируют 1 октября. Праздник удался. Чем запомнится Мечанам день города, наши корреспонденты узнавали в сегодняшнем опросе. В день города сходил в парк с ребенком. Покатались на карусели, поели мороженое. Я ходила вечером на световое шоу, которое было возле дворца оперы балета. Мне очень понравилось, было интересно. Нам было весело в парке Горького. Мы немножко там только были. В день утра взяла ребенка маленького и пошла на улицу Карла Маркса. Смотрела на народное творчество и на выступления театров уличных и Минских. Мне понравилось, приятно. В городе было очень много концертов разных, много разных мероприятий. Но, к сожалению, погода была не очень удачная. Но все равно праздник был веселым. Мы были возле ратуши, видели концерт. Была в Лошадском парке. Там танцевали народные танцы. Были разные конкурсы. Мороженое раздавали, если победил в конкурсе. Новые городские подробности завтра в это же время. В студии новостей, которая всегда рядом, работала Юля Зыкова. Всего доброго. До встречи.